Казалось бы, разные, да, аспекты человеческой деятельности, а по сути мы делаем одно и то же, да, то есть мы что мы делаем? Мы сидим, читаем книгу, но одновременно мы занимаемся сколькими делами, да, и учим Тору, и служим Всевышнему, приобретаем мудрость, в том числе невероятная польза, мы еще просвещаемся, занимаемся просветительской деятельностью, столько плюсов, что просто невероятно. Все, значит, сегодня предпоследний день перед Рошашанан, завтра вечером наступает День Суда, День Суда, будет Всевышний судить весь мир, это очень такой важный день, все будут судить, кто верит, кто не верит, это как, знаете, человек идет на красный свет через дорогу, мы говорят, стой, красный свет, он говорит, а мне все равно, я не верю в правила движения, я человек вне правил, я анархист. И он говорит, ну ты анархист, а по дорогам-то ездят не анархисты, они видят у них зеленый свет, и едут себе спокойно. Нет, я не признаю правила, мне все равно ваши правила. Завтра вечером с выходом звезд начинается суд, включается на небе рубильник особый и всех, вот Асю Ябко, Якова Шатагина, Искака Бентусевича, и даже, и даже мою кошку, которая живет во дворе, даже ее в этот день просветят, скажем так, да? Да, и определят, не то, чтобы определят ее судьбу, это вот такие слова всего, как я привел пример, что чем мы занимаемся, мы учим Тору, или мы развиваем мудрость, или мы служим Всевышнему, то есть один и тот же процесс можно назвать разными словами. И когда говорится, что будут судить все живое на земле, то имеется в виду, что такое суд вообще, вот само слово суд, сам процесс. То есть берут, оценивают поступок человека, исходя из определенной системы правил на суде, и выносят заключение, значит, он по правилам идет или не по правилам он идет. И вот, значит, в Роша Шатагин, как бы каждого просвечивают на предмет соответствия правилам Всевышнего. Правило номер один, правило номер один, это признавать власть Всевышнего. Потому что если человек заходит в суд, и он не признает власть суда, он сразу с порога говорит, а я не буду вставать перед судьей, ты вообще не судья, уже у судьи есть уже в этот момент основание его, значит, он не соответствует правилам уже. Поэтому первое, что делается в Роша Шатагин, это мы Бога, значит, говорим, ты царь. То есть ты царь, это как и было, значит, как и было в первом вот в этом вот, в первом контакте Бога и человека, это был первый человек, когда он решен. И первому человеку нужно было всего лишь сказать, ты царь, как ты сказал, так и будет. И у меня есть, ты мне дал свободу выбора. Ты мне дал иллюзию, что тебя нет, и что я могу сам решать. Это все равно тоже иллюзия, как бы Бог себя вылил из этого пространства и дал ему возможность решать. Игра такая. Человек этот, он, ну, тут вы понимаете, вот тоже это интересная вещь. Он же сразу сказал Богу, он говорит, секунду, а я же ничего не нарушил. Ты Бог, ты царь, ты мне сказал, от дерева опознание добра и зла не есть. Я от дерева не ел, я все по закону. Так он ответил ему. Он говорит, это жена, которую ты дал мне, она дала мне, я ел. То есть ты посчитал, что мне чего-то не хватает. Ведь сидел первый человек, там дальше у нас будет в Экклезиасте, очень интересно про это написано. Там царь Саламон говорит, что Бог сделал человека прямым, а потом они начали делать хижбану трамбим. Значит, начали они делать разные расчеты. То есть первый человек, он сидел просто и медитировал. То есть Бог его создал в раю, он, значит, все сидит и медитирует. Бог говорит, нехорошо человеку быть одному, создам ему помощника против него. То есть Бог говорит, это скучно, что он сидит, вообще ему ничего не надо. Создам ему помощника против него, женщину. Создает женщину. Она говорит, какой плод красивый-то, да? Прямо в то время написано, желанный для глаз. И она говорит, так он хороший. Он говорит, Бог сказал, что этот плод познания добра и зла кушать нельзя. Она говорит, слушай, ну что он, Бог сказал, мне сказал? Это я не слышала вообще. Что Бог сказал? Я не слышала. Мне лично Бог ничего не говорил. И она съела от этого плода, а потом его заставила. Есть разные версии, как она его заставила в уснаторе. Одна из версий, что она кричала до тех пор, пока он сказал, ладно, я съем. Все, хватит уже, истерик, я съем. И значит, в итоге Бог ему говорит, как же ты меня слушался? Он говорит, а я тебе не слушался. Ты мне сказал, от дерева не ешь. Я от дерева не ел. А вот женщина вот эта, которую ты дал мне, она мне дала, я ел. Ну что, какие-то мне вопросы. Бог ей говорит, а ты что? Он говорит, а что я? Это змей, это змей. Все вот этот вот змей, это рептильный мозг мой, да? Это когда человека судят, он говорит, я был в состоянии аффекта. Уважаемые судьи, простите меня. Это не я, это мой рептильный мозг. Я был в состоянии аффекта, гнев. Меня довели. Довели меня? Что делать? Я был не в контроле. Слушай, так ты же, мы же тебя осудим. Ну я, я в это время себя не контролировал, а мое тело само взяло, убило. Ну ладно, прощается. Ну как, он же, у него детство тяжелое. Это же вообще не он даже, и не его тело, это его детская травма. Давай его простим, давай. Это современные суды так делают. Ладно, мы сейчас находимся внутри Каэля, это экклезиаста, и он нам объясняет, он как бы исследует реальность, в которой мы живем. И вот мы остановили вчера на 12 отрывке 2 главы. И говорит он, ну хорошо, после того, как я строил, достигал, там, делал все эти дворцы, все говорит, я понял, что смысла в этом нет. Потому что в итоге, что у меня осталось, только мои эмоции, ощущения, которые у меня были в момент достижения, вот в этот мимолетный момент, когда я сумел достигнуть то, к чему я стремился, это и было смыслом всего вот этого вот большого движника, который я там, годы, я этот, 13 лет этот дворец строил, а теперь что, теперь его надо убирать, этот дворец, теперь мне нужна служба охраны, где я хожу, а раньше же не было пылесосов хороших, да? И он говорит, теперь я хожу, там пыль, там грязь, там паутина. Ну что мне, теперь этого главного уборщика казнить, как у фараона, помните, было дальше, там в Торе есть, когда фараону, он посадил своего виночерпия и пекаря посадил в тюрьму, и они сидели с его праведником, сидели в тюрьме. Почему? Этот ему дает стакан вина, в вине муха плавает. Этот ему дает булку, в булке камень. То есть фараон говорит, что это вообще такое, да? И значит, а там у снатора говорит, они вообще не были виноваты, то есть они были министры, а там у них уже у каждого министра сколько людей работает, а он ответственный за всех. В общем, царь самого говорит, все, это говорит, эвэль веру труах. Эвэль это пар и огорчение для духа. Вот он все исследовал, и пока он остановился, что строить, вот это все, это он говорит, 12 отрывок. Повернулся, поймите, это я как бы развернулся, посмотреть в другую сторону, да? Посмотреть, а как в мире работает, если взять во времени, как происходит? Есть хохма, хохма это божественная мудрость. Вот люди религиозные, божественная мудрость, да, хохма. А вот Олилут в Исихлут, а вот те, которые Олилим, Олилим это такие, ну, типа гульбанят, ездят на Ибицу. А вот вот эти, которые ездят на Ибицу, Исихлут, это те, которые умничают, например, там левые какие-нибудь, там, какие еще есть, очень философы какие-нибудь, знаете, вот эти вот все на Бали. Олилут, это те, которые ездят на Ибицу и на такие вот, на дискотеках колбасится. А Сихлут, Сихлут это глупость, такая философская глупость. Это те, кто ездят на Бали. Он говорит, вот я посмотрел, с одной стороны, люди, которые занимаются божественной мудростью. Сидят они утром в 10 утра на уроке Торы. Вот сидит там 250 человек, если взять во всех сетях, сидят они, значит, Тору учат, да? Книжка даже без картинок. И без алкоголя. Сидят трезвые, значит, с книжкой, без картинок. Это хохма называется, мудрость, скучно. А есть Олилут и Сихлут, это те, которым весело, и которые там на Сихлут, это тантра. Те, которые на семинарах по тантре. Он говорит, давай посмотрим. Химе Адам Шеву Ахарей Амедах Эта Шерквар Асу. Он говорит, кто человек, который приходит за царем. Вообще без комментариев непонятно. Но смотрите, это же письменная Тора. И специально она так записана, что есть устная Тора, которая ее объясняет. И тут, значит, объяснение такое. Что будет человеком? Он говорит, я решил посмотреть во времени. Какие последствия в его жизни приносит его способ жизни. То есть, это выражено, который придет, то, что приходит после решения царя. То есть, человек делает, потом царь решает. Да, там, в Роша Шана. И потом человек получает последствия. То, что называют наастойте карма. Он говорит, давай-ка я посмотрю, что в перспективе происходит с теми, которые учат Тору. И с теми, которые гульбанят и зажигают. Вы раите, он говорит, они. И видел я, увидел я следующее. Ши еши тронли, как маме насекут. Все-таки есть, он говорит, польза быть мудрым, чем быть дураком. Он говорит, в продолжительности, те люди, которые живут по Торе, которые выполняют заповеди, которые делают добро, не делают зло, которые живут в системе координат, которая называется авраамические религии. Назовем это так. То, что пошло от Авраама и то, что передано в иудаизме. Потом из иудаизма вышло христианство и ислам. Он говорит, увидел я, что вот эта хохма, божественная мудрость, когда люди ограничивают себя и живут в рамках заповедей и в рамках божественной мудрости, это лучше, чем быть дураком, который живет по велению своего сердца и по эмоциям. То есть, если мы посмотрим в продолжительности, что будет с теми, которые живут по принципу «хочу и буду». «Хочу и буду» – это девиз вот этих вот аллилут и сихлут. То есть, как же на русский перевести? Сихлут – это такие псевдоумные дураки, которые объясняют, что человек может жить по своим инстинктам, и это правильно. Это сихлут называется. Псевдоумные дураки, которые оправдывают потакание своим инстинктом. Олилут – это просто дураки, которые даже не думают об оправдании, а просто они колбасятся под алкоголем или по чем-то. Но итог – поведение одинаковое. То есть, обычный человек, который олилут, он, когда напьется, он может тоже на улице раздеться. А сихлут – это тот, кто раздевается трезвым, доказывает, что так надо, что это можно и нужно даже. Хочу и буду. Он говорит, я со временем увидел, что есть, говорит, все-таки преимущество у божественной мудрости над вот этими вот дуростью этой. Какое преимущество? Он говорит, преимущество колоссальное. Преимущество, как свет над тьмой. То есть, это кардинально разные способы жизни. Они кардинально разные способы жизни. Жизнь, когда табу управляет разум, когда ты живешь по принципам морали, нравственности, добра. И жизнь, когда ты идешь по велению своего сердца – это два разных способа жизни. Эхахам, он говорит. Кто такой хахам? Кто такой мудрец? Эйнаб берушо. Глаза его у него в голове. Что это? Ну, все глаза в голове. То есть, это как бы понятно. Он говорит, нет. Когда имеется в виду глаза в голове, он просчитывает свои действия. Он не живет по принципу хочу и буду. Если нельзя, но хочется, значит можно. Это вот эта вот девиза, идеология вот этих вот дураков, которые живут по своему хочу. Хахам, у него глаза на голове. Он просчитывает. Он говорит, хорошо, я хочу сейчас, например, там одна женщина недавно писала в Академии счастья комментарий. Просто мне он сейчас всплыл. Она говорит, вот муж, говорит, там два года назад ушел к любовнице, которая на 15 лет меня младше. И вот он ушел из семьи, к ней ушел. Потом у них через год начались публичные драки. Я просто запомнил это. Она его начала избивать, этого мужа, в публичном. Ну, то есть, она же такая страстная, молодая, там, эмоциональная. И она, значит, его начала избивать публично. Ну, а что, хочу и буду. Он, ну, конечно, от этого уже протрезвел. Марио Ха хотел вернуться, а жена его уже не приняла. Говорит обратно, я его не приняла. Все. Просто такой отрывочек. Разница между тем. А если бы он был хахам и мяббарушо. Если бы он был мудрец, глаза у него на голове. Он бы подумал. Ну, смотри, я жену же тоже, когда на ней женился, сильно любил. Да, а потом прошло время. Как-то все поуспокоило. Сейчас с этой тоже. Сейчас я ее там, она мне сильно нравится. А потом-то все поуспокоится. И надо просто посмотреть реально на три шага вперед. А что дальше-то будет? На ее, а у нее, значит, это новое, там, образно. Хахам и нам борошок. Мудрец, у него глаза в голове. И он рационально просчитывает разные варианты. Ксиль, вот этот вот, который живет по эмоциям, он в темноте идет. Он идет в темноте. Он ориентируется только на вот этот 7-минутный принцип, да, принцип «хочу». Хочу и буду. Ну, все, хочу я. Ну, что он мне сделать? Ну, хочу я есть это все. Ну, тебе же нельзя, вредно. Ну, один раз живем. Нельзя, но хочется, значит, можно. Наливает, да пей. Хорошо. Он говорит так. В силе вот этот дурак идет в темноте. И узнал я, говорит, что случай, микро это случай. Что случай один случится со всеми. А какой случай один случится со всеми? Все умрут. Рано или поздно жизнь в этом мире заканчивается. А Мартиан не были бил, он говорит. Сказал я в сердце моем. Он говорит, подумай о этот момент. Если будет, умрет вот этот Ксиль, который живет по принципу «хочу и буду». И то же самое случится со мной. Хотя я, вы же помните, да? Царь Самон, он в предыдущей главе, он говорит, а я попробую идти одновременно в трех направлениях. То есть я буду немного бухать. Чуть-чуть он пишет, да? Что я, говорит, я свое тело чуть-чуть наполнил вином. Именно тело. Разум, я продолжал заниматься Торой. А по действиям я включился в этот вот Сифлут, в дурость. То есть, ну, как мир живет, да? Он говорит, теперь сказал я в сердце своем. Если, говорит, то же самое, как этот Ксиль умрет, так же со мной это случится. Я тоже умру. В любом случае любой человек умирает. В ламах Ахмати, а не Азютер. Он говорит, зачем тогда моя была мудрость, да? Которая же у меня была, это духовная мудрость. Я знал, что надо служить Всевышним и выполнять заповеди. Я знал. То есть, если я жил так же, как он, и мы оба умрем в этом мире, да? То почему же тогда я своей мудростью пользовался только для этого мира? Он же, помните, в предыдущей главе, он мудрость направил на то, чтобы строить дворцы, там, открывать бизнесы, сельскохозяйственные бизнесы, эти, сады, там, вот, галереи открывал, все. Он говорит, если все в этом мире заканчивается, так зачем мне использовать мудрость ради этого мира? Он говорит, и сказал я в сердце своем, что использовать мудрость ради того, чтобы в этом мире заниматься тем, что называют, ну, нуждами материального мира, он говорит, это все пар, это пустое. Он говорит, и энзихрон ли хахам и максиль ли уланг. Он говорит, в этом мире нету памяти ни хахаму, ни дураку, через одно поколение и хахам и дурак умирают, ну, то есть, и о них забывают. Если ты всю свою мудрость направил на то, чтобы заниматься этим миром, то ты, как бы, свою мудрость использовал впустую. Ты все время вкладывал туда, откуда ты не сможешь ничего взять. То есть, он до этого строил, 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 в итоге он говорит, моменты радости, вот что у меня осталось. Представляете? То есть, если мы посмотрим, действительно, мне 51 год, я занимаюсь бизнесом, ну, очень много занимался бизнесом, там, с 20 лет я бросил спорт, 21 год где-то мне было. Я вот занимался в начале 5 лет бизнесом, потом я занимался, стал религиозным. И где-то с 2008, с 2010 года до 2020 года я 10 лет занимался тоже образовательными разными бизнесами и помогал другим компаниям, как коуч, как бизнес-консультант, как бизнес-тренер, как личный коуч, помогал очень крупным компаниям и бизнесам, и средним, и малым и так далее, значит, зарабатывая деньги. И что у меня с тех пор осталось? То есть, если говорить про тот период жизни, компаний этих половину нет, уже даже городов этих почти нету, да, то есть, разрушенные города, в которых я жил и работал. И получается, что все эти годы, которые, хорошо у меня бизнес, он образовательный, то есть, у меня склад в голове, знания, которые я приобретал и которыми я делился, они у меня остались, да. То есть, слава богу, куда бы я ни переезжал, сейчас онлайн, то есть, знания я могу взять с собой. А те люди, которые вкладывали, вот есть люди там, например, он строил, у меня есть один мой хороший знакомый, он вкладывал в какие-то технологии, там, зеленое электричество, он вкладывал в какие-то, значит, сельхозы, эти технологии и так далее. И как раз все, Херсон, вот это все места, которые сейчас, они все, линия фронта и все. И он, получается, он годы-годы работал и все потерял, потому что он вкладывал в землю, ну, в что-то материальное. И сейчас, значит, это все он не может никак вытащить и с собой забрать. И это то, что Царь сам вам сказал. Он говорит, нету здесь памяти мудрецу вместе с дураком в этом мире. Он говорит, когда приходят следующие дни, все забывается, да, то есть вся вот эта вот активная, кипучая деятельность, связанная с этим миром, она вся забывается, она исчезает. И он говорит, и получается, что умрет, а, это он в конце задает вопрос. Как же он говорит, умрет, получается, Хахам, тот, кто был мудрый, знал мудрость, и он, получается, умрет так же, как этот дурак, нету между ними разницы. Это он так со возмущением говорит. И семнадцатый отрывок. Весанети, это Хаим. Он говорит, и возненавидел я вот эту жизнь. Кира аляямасе, что зло для меня было в сети действия шинаса тахата шемеш, которое делается под солнцем в материальном мире. Он говорит, получается, что все то время, все те усилия, все те, все то внимание, энергия, которое я вкладывал в этот мир, он говорит, это впустую. Он говорит, я возненавидел, как бы, вот это то, что происходит в этом мире. Теаколь Эвель, он говорит, все в этом мире пар, все в этом мире суета, уреут, руах. И огорчение для духов, все в пустую в этом мире. Весанети, они, эт кол амали, он говорит, шани амель тахата шемеш. И он говорит, я возненавидел весь мой труд, которым я трудился под солнцем. Вот эта вот добавочка под солнцем, это вот этот момент, ну, то есть, это значит, на языке царя Штума, это материальный мир. Он говорит, весь свой труд, амаль, да, усилия, которые я вкладывал в это мире, они получились в пустую. Возненавидел я весь мой труд, которым я, получается, трудился. Вот я заканчиваю, значит, ше анихену ля адам ше я харай. Он говорит, и мало этого, я еще это оставлю человеку, который будет идти за мной. Он говорит, и кто знает, если я это оставляю в наследство, он будет мудрец или он будет дурак. Но он будет властвовать над всем моим трудом, что я трудился, и то, что я вкладывал шахаханки, то, что я умудрялся под солнцем. И получается, что все это, эвель, все, 19 отрывок мы закончили, значит, 19 отрывок мы закончили. Что мы можем сделать вывод вслед за царем Соломоном? Давайте еще чуть-чуть историческая справка. Царь Соломон построил первый Иерусалимский храм. И он 13 лет строил свой дворец. И он на тот момент был царем над всем Ближним Востоком. Причем он был царем через Шалом. Его папа воевал, царь Давид. Царь Соломон был царем, который мудростью сделал весь Ближний Восток раем. То есть на тот момент он женился на всех царицах, которые были во всех окрестных странах. Это как если бы сейчас, например, Нетаньягу, вместо того, чтобы воевать с Хизбаллой, женился бы на дочке Настралы. И они бы сидели бы вместе, дружили бы. Или он женился на Башар-Асаде дочке, на Настралы дочке, на Хамени дочке женился бы. Его сын, например. И он, значит, все, со всеми бы женился. Мир, сняли границы, новые технологии. Вот так царь Соломон властвовал тогда. То есть никто с ним не воевал, потому что не было смысла с ним никакого воевать. С ним дружить было намного приятнее, выгоднее и удобнее и прекраснее. И он все это, значит, построил. И потом передал это все своему сыну. Сына звали Рахамам. Значит, вот его сын восходит на престол. Приходят к нему парламент, да, главы коллег, главы племен. Израиль, это было 12 разных родов, как бы 12 племен, да. Приходят к нему и говорят, уважаемый Рахамам, Папа ваш, царь Соломон, Шлома Мелых, был просто мудрейший из людей. И он построил Иерусалимский храм. И мы все платили налоги, там были высокие налоги, так как был социализм такой, да. Были очень высокие налоги. Они говорят, ну сейчас мир, нет никакой войны, ничего не строим. Уже храм построен, дворец построен. Все отстроено уже, ну некуда строить. Все отстроено. Давай снизь налоги. Он говорит, а у него советники. Всегда же у всех царей, у всех руководителей есть советники. Ему говорят, советники его отца. Снизь налоги. Ну люди правильно говорят, снизь налоги. А советники его молодые, ему говорят, ну покажи, что ты круче папы. Он говорит, вы знаете, я налоги не снижу, я налоги подниму, я круче папы. Он сказал, да. Они говорят, ну давай проверим тогда, круче папа или нет. И они говорят, мы не будем платить налоги. И десять колен израилевых отделяются в отдельное государство Израиль. То есть, Тель-Авив отделился от Иерусалима. Ну если взять современным языком. Тель-Авив, значит, они, ну такие, более материалисты такие. И, значит, ну он думает, ну что, гражданскую войну делать? Он, слава богу, не решил, решил не делать. Ну дальше, дальше. То есть, что мы отсюда видим? Что то, что царь Соломон говорил, что действительно, кто за тобой придет, кому ты все оставишь, ты никогда не знаешь. Потому что дети, я специально погуглил, поспрашивал у GPT-чата. Он мне привел сотни, тысячи примеров, когда дети теряли все, что им передавали родители. Когда родители были высочайших нравственных и честных качеств, а дети были бандиты, наркоманы и преступники. То есть, царь Соломон говорит, что то, что ты в этом мире вкладываешь в этот мир, ты даже не знаешь, кто за тобой придет в твоей семье. Поэтому это все бессмысленно и нужно вкладывать в себя. Вкладывать в себя это вкладывает в свой духовный уровень, в свое духовное развитие, в свои заповеди, в свои утору. То есть, быть человеком, который готовится к третьему рождению и который проходит этот мир с мудростью. И тогда нам становится понятно, что кто такой Хакам? Эйнамберошоу, его глаза на голове, его он видит далеко-далеко вперед. Он понимает, что будет момент ухода из этого мира и с собой ты не возьмешь вообще ничего. Поэтому сильно напрягаться для того, чтобы копить, собирать и потом на этом всем сидеть, защищать, не знать, что с этим делать, нет никакого смысла. Нужно не париться, быть таким свободным и полагаться на Всевышнего. Все, на сегодня мы заканчиваем коротенькую какую-то позитивную идею. Давайте возьмем из шестого у нас сегодня урок. Шестой урок, шестая глава из книги про happiness, про счастье. Appreciate and enjoy. Будь благодарен и наслаждайся. Он говорит так. У нас есть настолько много, за что можно быть благодарным и чем наслаждаться каждый день в нашей жизни. Что нас останавливает, он говорит. Потому что мы все время гонимся за новыми вещами. И мы, значит, фокусируемся не на том, что у нас есть, а мы все время фокусируемся на том, чего у нас нет. И, значит, тот, у кого есть 100, он хочет 200. Тот, у кого есть 200, хочет 400. И когда он фокусируется на том, чего у него нет, у него, значит, внутри ощущение постоянного недостатка. И когда ты будешь более осознанно осознавать все, что у тебя есть, и ты будешь за это опрещать, ты будешь радоваться тому, что есть, то у тебя будет много enjoy, ты будешь много получать радости и удовольствия. И, значит, практикуйся быть осознанным за каждую, значит, свою возможность, за каждый свой видишь, слышишь, там, ощущаешь. За свои базисные возможности тоже нужно быть благодарным. И, значит, то, что ты видишь цвета, тени, просто обрати на это внимание. Обрати внимание на свою способность слышать, наслаждайся, как поют птички, как ты можешь слышать ветер и так далее. Значит, be grateful, будь благодарен за то, что ты можешь слышать музыку, как птицы поют, ну и так далее. И когда ты, значит, будь благодарен за каждую возможную, за каждую вещь, которой ты пользуешься. И это даст тебе невероятный уровень счастья. А если ты сомневаешься в этом, так представь, что ты все потерял и обратно получил. Это очень хороший лайфхак, что если ты думаешь, что то, что у тебя есть, оно тебе не нужно, так представь, что ты это потерял, и ты поймешь, насколько ценно то, что у тебя есть. И радуйся тому, что есть. Благодари за это Всевышнего. И чтобы было у всех все хорошо в наступающем году. Чтобы мы вошли в него с благодарностью, а не со страхом. Кто-то писал, страшно наступает рожа жена. Лучшая позиция для рожа жена, это позиция благодарности. И когда вы благодарите Всевышнего, и он понимает, что вы благодарны, так он вам даст в следующем году еще больше, еще больше всего того, за что можно благодарить. А если вы сосредоточены все время на том, что вам не хватает, все время дай, 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 то, конечно, страшно, потому что, ну, понятно, что все он не даст. Ну, это как бы очевидно. К вам подходит в день 100 человек, вы всем даете. И всем, почему Бог должен вам все давать. Поэтому, поэтому надо радоваться тому, что есть. Стараться улучшать, но не быть сосредоточенным на том, чего нет, а быть сосредоточенным на том, что есть. Все, всем-всему хорошего, хорошего дня. С Божьей помощью, завтра в 7.30 у нас молитва в 10 часов. Сейчас, секундочку, я гляну. Потому что завтра уже день такой подготовки, самый день подготовки к Рожешуна в 7.30 молитва. Ну, я думаю, завтра будет урок 10, да. С Божьей помощью, завтра в 10 будет урок. Все, значит, до 10, до завтра. Счастливо.